это сквер на площади декабристов посмотрите ну хорошая вроде бы место для отдыха и вдруг вот я вижу недавно установлены здесь на аллейке вот этот знак до трамвая тут еще далеко до это вход на скверик смотрите нормальные для людей тропинка но вот знак вот знак прямо при входе и вот то что я прошел там мимо я сейчас покажу я покажу сейчас дело в том что я эту тему сумасшествие я не знаю то ли это во всей стране то ли это в иркутске то ли это только в похабовске я заметил ну наверное год назад я когда рисовал иркутск то обнаружил на перекрестках невероятное количество дорожных знаков всяких разных я начал их считать и во многих на многих перекрестках их количество доходит до трех десятков этих знаков их можно посчитать вы подойдите к любому перекрестку посчитайте а потом подумайте что это обозначает я начал готовить этот материал и она фотографировал перекрестки сосчитал там знаки обозначил их и хотел написать отдельную статью но сегодня уже как бы мера переполнена моего возмущения я вот просто шел по улице и обнаружил вот здесь вот на площади декабристов по которой я всегда ходил новые знаки причем в огромном количестве я не понимаю что происходит с нашими гаишниками вернее я понимаю и сейчас я попробую это объяснить но это экономическая коррупционно распильная составляющая дизайна так сказать так называемого ну в общем да это это дизайн вот эти все бандуры это невероятное количество рекламы невероятное количество любых вот этих вот поделок знаков вы думаете это все сделано для нас нет на этом люди зарабатывают конкретно деньги вот нам это только мешает это мешает я абсолютно уверен автомобилистам потому что подъезжая к перекрестку охватить вниманием все 30 знаков причем которые из них многократно дублируются там они свистят пищат вот недавно я видел информацию что теперь значит там чего-то говорящие какие-то появились светофоры ну слава богу говорящие сказать еще скоро будут вонять они это будет совсем здорово те кто не видит не слышат это им еще запахом будут подавать сигнал а мне все это говорит о том что это коллапс управления то есть когда дорожное движение невозможно организовать нормальными чисто дорожными средствами то есть распределяя потоки правильно выстраивая потоки правильно с логистика это кажется называется в том числе до городского транспорта то им надо просто больше больше знаков делать общее известно что чем шире фуражка у военных и чем более крупные вот эти вот их звездочки на погонах тем хуже армия тем она меньше воевала армия которая по-настоящему воюет у них не фуражки вот с такими тулями а у них очень удобные какие-то головные уборы и всем известно что солдаты одеваются как можно проще и рациональнее да а вот бездарные офицеры и генерала они одевают такие папахи да они одевают вот такие фуражки и вот такие погоны золотые но вот это из того же из той же серии теперь посмотрим о чем вся моя речь вы вот посмотрите что за моей спиной происходит вот они вот это разгул дури полный дури я иначе не могу назвать 1 2 3 4 5 6 7 вы думаете это все нет вы посмотрите столбе только стоил столько столбов 5 штук 1 2 3 4 посмотрите 5 столбов под каждый знак сделан столбик вот здесь вот 4 двухсторонний 5 здесь 6 7 8 9 10 11 11 знаков на 5 столбах столбы эти сделаны недавно вот они вкопаны чуть ли не посреди тротуара опять же видите тротуар да по нему должны ходить люди 5 столбов на 5 столбах сколько я там насчитал более десятка знаков вот они красавцы наши я не считаю то что там вот дальше бандура рекламная я не считаю что вот на той стороне это только на одном углу товарищи какая здесь система да нет никакой здесь системы я не понимаю товарищи генералы которые управляют всем этим городским движением хозяйством вы считаете это норма вы считаете вот это вот вот это вот 1 2 тут же 4 опять посредине тротуара посмотрите вот пешеходный переход вот он пешеходный переход вот я по нему иду я по нему иду что я вижу впереди я вижу впереди столб я вижу впереди один знак для него сделанный столб еще знак там дальше перекрыт в тротуар бизнес-ланчем у меня вот от унижения и негодование видите я говорить нормально не могу я наверное как-то слишком ненормально отношусь к этому всему я не знаю почему люди которые ходят вот здесь вот этого не замечают может быть русский народ может быть иркутяне настолько привыкли быть униженными вот всем этим обманутыми пусть мне объяснят градостроители градохозяйственники те кто вот пытаются регулировать дорожное движение вы что считаете что вот это нормально вот эти два столба с тремя знаками стоящие на тротуаре товарищ генерал я не знаю который отвечает за все за это это нормально я так думаю что вы человек честный порядочный настоящий офицер вы разберитесь что происходит в вашем ведомстве есть подозрение злые языки говорят я им конечно не верю что с каждого такого знака кто-то получает хорошие деньги и поэтому их количество уменьшаться не будет количество вот этих бандур которые по всему городу вот этих вот видимо уменьшаться не будет и вот я сегодня шел и думал что должно произойти в государстве ну чтобы вот этот маразм исчез с наших улиц вот этот вот рекламный маразм чтобы исчез с наших улиц ведь ведь то как все заполонилось ими говорит о ненормальности ситуации а поскольку сейчас вот это все приватизировано насколько я понимаю поскольку с каждого этого столба с каждого вот этого знака лишнего еще одного еще одного еще одного кто-то конкретно получает какие-то деньги какие-то распильные деньги причем на вытаскиваемые из бюджета под видом регулировки дорожного движения я так думаю или под видом какой-то рекламы схемы экономисты и правоохранители все эти знают и мы все догадываемся что просто так вот это все не делается конечно у нас люди сейчас все с высшим образованием научились юристы экономисты они все научились это оправдывать очень красивым хайпом то есть мне сейчас вот какой-нибудь средний среднего звена гаишник да скажет что ну как вы смеете мы же заботимся о вас о вашем о вашей безопасности на улице да нафиг мне нужна ваша такая безопасность дело в том что я 30 лет назад 40 лет назад ходил вот по этой улице и до ней не было ни одного знака вот этого лишнего и я уверен в то время количество транспортных происшествий было меньше ну да конечно сейчас количество транспорта увеличилась но товарищи дорогие находите возможность современную так сказать регулировать дорожное движение не вот этими дедовскими способами увеличивая количество знаков вы что не понимаете что увеличивая количество знаков вы не уменьшаете безопасность ну статистику проведите в конце концов такую не в безопасности я готов свою голову дать отсечения но голову не голову а что-нибудь да язык до отрежьте мне язык если у кто-то докажет что вот это все увеличивает безопасность движения вернее может быть там какие-то наметки есть на безопасность но я абсолютно уверен что генеральная задача здесь совсем другая совсем другая генеральная задача это зарабатывать на изготовлении дизайна дизайн сегодня проник действительно во все сферы вот тот торгашеский дизайн хайповый дизайн по зарабатыванию денег любом месте на чем угодно в том числе и на так называемой безопасности дорожного движения пешеходов которые вот ходят по этим улицам на самом деле происходит совершенно обратная ситуация я абсолютно уверен что безопасность нарушается а самое главное нарушается комфорт городской среды как сказал экономист классик марксистма и капитализма что нет такого преступления на которое не пойдет капиталист за 200 процентов прибыли то есть там градация идет что за 100 процентов он условно говоря мать родную продаст а за 200 нет такого преступления на которые бы он не пошел ну вот с 200 не 200 мы уже посчитали что за чай наши рестораторы берут 500 процентную прибыль там и кто-то сказал что даже больше вот какую прибыль получают наши люди которые сидят при изготовлении этих знаков мы не знаем но то что от нам от нам от этой от этого нет никакой выгоды но мне лично вот я сейчас говорю от своего имени пусть скажет кто-нибудь еще но народ молчит народ безмолвствует я не могу к сожалению молчать не знаю почему мне как-то не хочется быть бессловесным быдлом которые оградили вот этими столбами вот этими рекламными бандурами и уже невозможно пройти по городу а вообще все вместе это укладывается в простую простую тему которая в общем так и называется прогулки художника по городу иркутску дело в том что я в иркутске жить остался именно как художник и как архитектор вот я жил работал рисовал до поры до времени а последние годы я чувствую что какая-то фантасмагория происходит с городом и как художник я здесь просто испытываю ну как художник как архитектор я испытываю абсолютный дискомфорт и ну почти уже сдался наверное да и мне ничего больше не остается делать но я рисую я рисую я рисую я много рисую у меня есть много проектов я дай бог их успею осуществить пока я все что я делаю рисую это какие-то заготовки и эскизы можно сказать ну а делая это ходя по городу я вижу вот этот весь маразм который город буквально за последние годы превратил город иркутск превратил ну для меня превратил в похабовск вы уж меня простите иркутяне я люблю я сам иркутянин и я люблю иркутск поэтому так переживаю что что какие-то злые люди сделали его похабовском я очень об этом сожалею и очень надеюсь что я может быть еще застану то время когда поживу в нормальном городе хотя я вот сегодняшнюю тему с этого и начал я шел увидел все вот это вот вот тот маразм про который я сейчас рассказал и у меня мысль возникла а что должно произойти чтобы я однажды шел по городу и вдруг бы увидел очищенные улицы от всего этого распильного безобразия что для этого должно произойти я не знаю правда не знаю елки палки ну не революция же елки Продолжение следует...